Так, у Макса перезаезд. Подкорректировали ребята трассу, как-то было некорректно там размер. Машины предусматривает более широкий коридор. Так, тут объезд вот такой хитрый сделали. И нужно вот в этот коридор сейчас попасть ему. Тут заболоченный он. Машина серьезная, я думаю. Единственный недостаток выворот. Под лентой. И ушел в кусты. Продолжает себя закапывать спорт. Посмотрите, какие там уже балабончики на колесах красивые. Так, тут еще новая траектория. Пока первый не проедет до конца, непонятно. Где трасса? Ага, это финиш уже, финишная прямая. Первое время есть. Ну, не сложно, конечно. Вова на Ниве мог бы поучаствовать. И на Ниве тут, я вам скажу, шансы были. Особенно, если вытянуть жребий в начале. Ширина, в принципе, позволяет траекторию взять любую. Так, друзья, я услышал, кто едет сейчас. Смотрите, какая машина после того монстра едет. Небольшая машинка. Ну, класс тот же. Я думаю, она покажет результат. Ну, ребята довольны. Дефазик. Довольны своим заездом. По нему объективно на Лапландерах. Сложно понять. Вот сейчас по второй машине мы поймем сложность этой трассы. Ну, проскочил самурай. Ну, самурай серьезная машина. На 31 колесах. Ну, вот решающее место. Вот так вот с одного захода по ворот. Тут потери нету. Красавчик под лентой. Ну, есть опыт. Просто молодец. Ну, там где-то он далеко ездил и долго. Ну, а тут еще финишная прямая осталась. На старте следующий монстр. Даже два. И в харде. Гран-Чироки. Самый боевой, который только бывает. Так. Что-то самурай. Не так все там просто. Нам, к сожалению, отсюда не видно. Какие-то деревья там лежат, говорят. Что-то надо перепрыгивать. Ну, молодцы. Организаторы шансы уравняли, видите. Так, на финиш. Идет, идет. Не провалился. Не знаю время. У кого лучше. Ну, наверное, быстрее. Так. Бизон пошел. Ну, это серьезная техника. Его хорошо слышно. Невагилик. Правильно его назвать. Так, а здесь интересный какой заезд. Ух ты, елки. Не, ну, Валерий, надо было на Коксе идти. Очень красиво. Просто шикарно. Это будет сейчас лучшее. На лучшее время идет. Самураю там какое-то дерево мешало. Ну, этой машине дерево вряд ли помешает. Вот так вот бывает. Вот так бывает. Да, и тут сидят немножко. Я поспешил сказать, что лучшее время. А тут борьба. Между штурманами уже. Так, мы едем стать якорем. Так, Юра зацепил. Чуть-чуть не хватило. Так, ну, время все равно неплохое, наверное. Ребята там пока еще не сдвинулись. Так, В-8 пошел. ГАЗ-69 В-8. Ну, вот что интересно всегда в наших соревнованиях, очень много разных автомобилей. Нету одинаковых УАЗов, НИВ. Каждая машина по-своему уникальна. Даже вот на которой я сижу. Это Шишига. Шишига Хаммер Мерседес. Не знаю, как ее назвать. Дракон его зовут. Ну, В-8. Да, копнули уже. Ну, с якорем, ребята. Ну, да, тут все по-взрослому. Перецепляют. Просто формат. Подразумевает якорь стационарный. Механическая тоже лебедка. Шишиговская. Тут объективности ради, конечно, на трассу. Чтобы все по кругу проехали или хотя бы кто-то раскатал, а потом рубились. Красиво. Тут ради такого одного момента только стоит приехать посмотреть, услышать этот звук и увидеть эту борьбу. Красавчик. Видите, самурай, как проскочил по верху. Т-69, ну, все-таки В-8. Вес имеет, плюс механика. Думаю, набрали. Думаю, Макс бы на своем проскочил на вояка. Сейчас посмотрим. Будет тут на финише интересно. Еще до него надо доехать. Так, Вова со мной вместе едет. Ну, 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 давай, давай, давай. Сильно копает, наверное. Может, не спущен. Так, ну, Гран-Черокки вырвался вперед немножко. Ну, там стало совсем уже весело. Тут было бы интересно на моем УАЗе. Не застрял бы я тут нигде. Даже, учитывая раскатанность вот эту, ходом бы прошел в любом случае. На поворотах была бы потеря. Очень хотелось поучаствовать. Но я как-то поздно поздно решил начать собираться. И своим ходом очень далеко подкат тащить. В Гранде подкрутили мне газовщики газ. Вместо 40 стал расход 60. Ну, вы понимаете, что с расходом 60 сюда мы не поедем. В общем, будет что-то поближе, поучаствуем в любом случае. Тут до фестивалей уже осталось недолго. Подъехал вон якорь еще организаторов для... Ну, с якорем, ребята, работают. Красавцы, молодцы. С якорем это всегда уровень. Интересный момент. Для большей объективности я говорю, что надо, чтобы трасса была прокатана. Если было много спецучастков, ну, вот как в РФС, там, допустим, там, 8-10 на первый день, тогда объективность... Ну, тогда не нужна прокатка. Кто-то где-то первый, кто-то где-то не первый. Так как их тут немного, и на время желательно было катнуть, чтобы уравнять немножко. Так, мы едем сюда на финиш. Хотя тут коридор широкий, можно брать правее, нет ленты справа. До кустов ограничения. Так, ну тут вроде как выехали. вот такое рубилово немножко. Немножко замедлилось все. Не, не выехали. Сейчас будут перематывать лебедку куда-то, или не хватило дерева. Не зацепились. Выскочил. Ну, Валера там закопался капитально, я смотрю, провалилась левая сторона. Ну что, смотрим. Финиш 60, А69, В8. Красавчик. А, там, видите, там болото пожестче. А было бы правильно под ленту, где бежит штурман. Ну, судя уже, это сейчас можно отсюда рассуждать. А было бы... Было бы объективно. Видите, непонятно. Хотя замылен протектор, может бы, если бы на чистом, может и пролетел бы. Ну, вот всего несколько машин проехало. Это четвертая, и уже так становится сложновато. Так, а тут Паджеро 2 вырывается вперед. Время идет, секундомер, я не знаю, что так быстро. Давай, давай, давай. Немножко финиш задержали, ну, помогли. Разрешено организаторами. Время худшее здесь. У меня подскурщины шины немножко, но боялся, чтобы не разуться. Но очень, говорит, вязко, очень сложно. Звучит шикарно. Дракончик Вова не решился на этих шинах. Хотя, КФ-ы. Такая АТ-шка, можно сказать. Поедем вне зачета, потом попробуем.